Галактика Звездных Войн Планета Камина была пятой по счету и располагалась в одноименной звездной системе, включающей в себя 13 планет и находящуюся в диком космосе на расстоянии 70 тысяч световых лет от центра галактики. Имеет три спутника, один из которых носит название Кураса. Сутки на планете длились 27 часов, а год длился 463 стандартных дня. Я подозреваю, что Тонуи наверняка родилась 66 февраля. Это водный край, который населяет высокие бледнокожие создания с большими миндалевидными глазами, именуемые Каминаанцами. Климат Камина сложно назвать благоприятным. Ее просторы сотрясают штормы, а небо непрестанно озаряют молнии. Города, построенные на сваях, защищены от непогоды, разрушительных ветров и высоких волн. Всего городов на Камина было не так уж и много. Столицей планеты является город Типока. Именно там расположены самые продвинутые фабрики по производству клонов. Город Типока является и административным центром планеты. Именно в этом городе можно найти офисы премьер-министра и других высокопоставленных чиновников. Но основная часть его площадей все же отдана под фабрики генетиков, выращивающих и тренирующих клонов. В структуру куполообразных образований входили тренировочные полигоны для солдат и военной техники. Они были разделены по типу войск, которые там обучались. Здания построены на сваях, уходящих вглубь океана. Они сделаны из армированных материалов, имеют обтекаемую форму и способны выдержать любые морские волнения. Посадочные платформы находятся на открытом воздухе, однако двери, ведущие внутрь города, водонепроницаемы. На крышах закреплены антенны и громад воды. Население планеты, то есть число всех каменанцев, не превышало одного миллиарда, и оно имело четкое деление. Каменанцы с серыми глазами занимались административной работой и являлись своеобразной элитой. Те, что были с желтыми глазами, были среднего класса и выполняли квалифицированную работу. А голубоглазые представители выполняли всю черную работу. Ну а особи с зелеными глазами они считали генетически неполноценными и расценивали их как угроза для упорядоченного каменанского общества. И таковые, вскоре после рождения, уничтожались. Вообще, каменанцы считали себя самой высшей расой в галактике, а это уже попахивает фашизмом. На планете в каменанском обществе выделено два главных типа транспортных средств. Воздушная сфера для быстрого перемещения по планете, а также, вероятно, в ближнем космосе. Батискав для погружения на сверхглубины, где находятся, вероятно, их подводные базы и города. На Камино живет множество и других различных водных тварей, которые здешние обитатели используют в качестве ездовых животных. Например, летающие китообразные, которые неким таинственным образом были привезены с набу и размножены посредством клонирования по всей планете. О как! Ограбление по-каменански! Стоит упомянуть, что каменанцы в больших количествах импортировали продовольствие и дроидов. А взамен экспортировали клонов, секретные технологии, военную технику и, как ни странно, рыбу. Теперь же давайте окунемся в историю Камино. В прямом смысле. Когда-то, давным-давно, на планете произошел потоп планетарного масштаба. И тому может служить несколько причин. Возможно, это произошло благодаря парниковому эффекту. Он мог возникнуть из-за чего угодно. Будь то падение астероида или полномасштабная война с применением ядерного или более сильного оружия. Что в общей сложности подняло в атмосферу тысячи тонн пыли. Или же причиной стала остановка ядра планеты, что привело к ослаблению ее магнитосферы. Это повысило среднюю температуру поверхности на несколько градусов и привело к таянию полярных льдов. Из-за чего произошло повышение уровня океана и, как следствие, затопление суши, а с ним и городов, и всего населения. Великий потоп. Бедствие. Погибли тысячи каминанцев. Но спустя время, возможно, это заняло целые тысячелетия, они смогли воссоздать свою расу. Но не смогли побить рекорд того, как долго у нас в стране ремонтируют дороги. К каминанцы прибегли к тому, в чем они мастера. К клонированию. К тому времени температура постепенно сравнялась по всей планете. Это не позволило вторично появиться полярным ледникам, и планета на тысячи лет обрела свой вид, который мы можем наблюдать сейчас. Безграничная водная гладь, где изредка можно встретить какие-то небольшие острова, которые когда-то были вершинами высоких гор, что в свою очередь являются остатками когда-то огромных материков с большим разнообразием флоры и фауны. За 10 лет до начала войн клонов, всем известный и в то же время загадочный магистр Сайфо Диас, неизвестно на какие деньги, может на свои скромные доходы, или он занял йоды, в общем на какие-то шиши он смог заказать у каминанцев огромную армию клонов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! После того, как Оби-Ван заново открывает планету Камина, отыскав ее по следам наемника Джангофета, он проводит осмотр созданной для республики армии клонов. Республика с радостью принимает эту армию, выращенную на пространствах этой планеты, а также дала место в Сенате самим каминанцам. Камина становится главной силой в предстоящей борьбе, и также одной из главных военных мишеней сепаратистов, и именно поэтому неоднократно подвергалась нападениям. Представители каминанской расы являлись главными кураторами на медстанциях республики, где лечилось множество раненых в боях клонов. При республике планета как минимум два раза была подвергнута полномасштабному вторжению конфедерации, стремящихся уничтожить фабрики по производству клонов. Но все атаки были отбиты, и производство клонов продолжалось. После окончания войн клонов, каминанцам не дали покоя. Империя пожелала их подчинить, и поэтому каминанцы начали готовиться к отражению ударов, и запустили производство клонов для собственной защиты. Однако Империя, узнав про это, отправила туда 501-й легион под предводительством Бобы Фета. И это событие вошло в историю как революция клонов. А после революции, Камина стала тренировочной базой для штурмовиков Империи. Позже, Дарт Вейдер использовал технологию клонирования, чтобы воссоздать копию Галина Марека. Далее повстанцы нападают на планету и отбивают ее. Канон там или не канон, а все равно это часть истории. Так что смиритесь. И возможно, на этом бурная история Камина не закончилась. И нас еще ждет целый океан событий. А это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и группы ВКонтакте. Все ссылки в описании. И да пребудет с вами сила. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok